Вы смотрите новости на канале RTVI. Полиция Невады идентифицировала женщину, которая въехала в толпу людей в Лас-Вегасе минувшей ночью. В результате инцидента один человек погиб и 37 пострадали. Имя виновницы ДТП Лакиша Хэллоуэй. В ходе следствия стало известно, что около двух месяцев назад она сменила имя. В 2011-м женщина была признана виновной в вождении бесправ и страховки. Власти штата Невады сообщили, что Хэллоуэй проживала в Орегоне и находилась в Лас-Вегасе на момент совершения ДТП около недели. В Лас-Вегасе она числилась как бездомная. Полиция предполагает, что подозреваемая умышленно направила машину на людей. Против нее выдвинуто обвинение в убийстве. Также рассматривается возможность предъявления обвинений в попытке убийства трехлетнего ребенка, который в момент инцидента находился в машине Хэллоуэй. Лакиша Хэллоуэй может грозить смертная казнь. Полиции заявили, что версия терроризма не рассматривается. Новая неделя на мировых рынках началась с очередного снижения нефтяных котировок. Баррель эталонной нефти Brent в течение дня падал до отметки в 34 доллара. Потом, правда, частично отыграл падение, но все же установил многолетний рекорд дешевизны. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже сегодня побывал Валерий Кипелов. Сегодня глобальный рынок углеводородов установил 11-летний рекорд. Последний раз баррель нефтемарки Brent стоил 36 долларов и 5 центов в 2004 году. Только за ноябрь баррель подешевел на 20%. Обычно в таких ситуациях 12 стран-членов ОПЕК договариваются о снижении уровня добычи, чтобы стабилизировать рынок, остановить падение цен и по возможности развернуть этот процесс. Однако на этот раз произошло иначе. Ряд участников объединения ОПЕК не захотели сокращать добычу, опасаясь, что их доли на мировом рынке могут занять государства в ОПЕК не входящие. Например, Российская Федерация. Также важным игроком в самое ближайшее время станет Иран, которому международное сообщество недавно дало зеленый свет и который намерен существенно увеличить добычу и экспорт нефти. И, конечно, Китай, как один из главных потребителей энергии в мире, своим снизившимся в последние годы спросом тянет цены вниз. Думаю, существует вероятность, что нефть будет продаваться по 20 долларов за баррель. Некоторые члены ОПЕК заявляли, что если цена опустится до 35 долларов, то организация устроит экстренное заседание. Однако нынешняя динамика нефтяных рынков, глобальное перепроизводство и критический низкий спрос на сырье — все это говорит о том, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе расти цены точно не будут, а ОПЕК не будет вмешиваться. Нынешняя ситуация негативно влияет на российскую экономику в целом и на национальную валюту в частности. Рубль обесценивается. Курс Центробанка на завтра — 71 рубль за доллар, 77,5 за евро. Чтобы спасти ситуацию, Москва увеличивает добычу нефти и даже находит покупателя. В ноябре Россия стала крупнейшим экспортером топлива в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Согласно статистике главного таможенного управления Китая, среднесуточный импорт из России составил без малого 950 тысяч баррелей. В целом, за 11 месяцев 2015 года Россия увеличила поставки в Китай на 28%. Впрочем, китайский фактор едва ли способен вывести экономику страны из тяжелой рецессии. Кто радуется дешевой нефти, так это американские автолюбители. Бензин в США уверенно дешевеет и сейчас один литр в среднем по стране стоит около 50 центов. Валерий Кипелов, Лев Чеснов, RTVI, Нью-Йорк. Дешевое черное золото потянуло за собой и курс национальной валюты Азербайджана. Монат сегодня отпустили в свободное падение и он рухнул почти на 50%. Решение о переходе на плавающий курс Моната принял Центральный банк Азербайджана. Причем ранее финансовые власти республики уже пытались адаптировать курс национальной валюты к падению стоимости нефти. До этого девальвацию Моната проводили в феврале, когда баррель стоил около 55 долларов. Помимо цен на нефть, на курс Моната повлиял и дешевый рубль, говорят экономисты. В понедельник курс азербайджанской валюты по отношению к доллару и евро упал более чем на 47%. Из-за этого в Азербайджане сегодня временно закрылись магазины электроники и аптеки. Руководство торговых сетей объявило о переоценке ассортимента. Не работают и некоторые обменные пункты. Я должен банку 100 тысяч долларов. И ни один банк не хочет перевести доллары в Монаты. Мы не знаем почему. Для нас это трагедия. Как они могут вот так за ночь разорить людей? Но это то, что произошло. Жуткая ситуация для всей страны. Все хотят купить доллары, только немногие хотят их продать. Продают 100-200 долларов. Но люди готовы купить 20-30 тысяч. В обменных пунктах не осталось ни доллара. К двум годам колонии приговорили в России активистку Дарью Полюдову, признав ее виновной в призывах к экстремизму и сепаратизму через интернет. Полюдову задержали в августе 2014 года в связи с попыткой провести акцию «Марш за федерализацию Кубани». Тогда девушка провела 14 суток под арестом по обвинению в мелком хулиганстве. Выступая с последним словом в суде, Полюдова подтвердила, что она действительно проводила одиночный пикет в Новороссийске и размещала тексты и фотографии в соцсети. Однако отметила, что не призывала к насильственным действиям. Отмечу, что Дарья Полюдова стала первой в России обвиняемой по уголовному делу, возбужденному по статье, я цитирую, «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Конец цитаты. Адвокаты подсудимой заявили о намерении обжаловать приговор. Сама Дарья Полюдова называет его дело политическим. Россия с 1 января 2016 года вводит санкции против Украины. Речь идет о продовольственном эмбарго и новых таможенных пошлинах. Об этом заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава российского правительства при этом подчеркнул, введение таможенных тарифов связано со вступлением Киева в зону свободной торговли с Евросоюзом. По словам Медведева, ответные экономические меры связаны и с присоединением Украины к антироссийским санкциям Евросоюза и США. Напомню, ранее Украина заявила, что не может выплатить Москве долг в размере 3,5 миллиардов долларов. Как отметил украинский премьер, этот долг Украины перед Россией был ничем иным, как политической взяткой. Это и стало причиной при остановке выплат по нему. По крайней мере, так заявил Арсений Яценюк. «Свет наш» заявили жители Крыма, устроившие флешмоб по поводу завершения блэкаута на аннексированном полуострове. Его устроили ялтинские активисты. Около 200 человек прошли от городской набережной до главной новогодней елки города. Напомню, свет в Крыму пропал месяц назад после подрыва электроопор на юге Украины. Именно из материковой Украины поступает 70% электроэнергии, необходимой полуострова. На прошлой неделе в Крым дали электричество посредством нового энергомоста из Краснодарского края России. Хотя на время проведения флешмоба мэрия Ялты специально выключила уличное освещение. Участники акции явились на сбор с фонариками. «Свет наш» — это значит наш, крымский, российский. И мы этого очень рады. Это мелочи жизни. Это нас как-то так особо и не задело. Ничего, это не страшно. Мы все переживем, мы все перетерпим. Главное, Крым наш и свет наш. Мы вместе с Россией всегда вместе и были, потому что мы что русские? И Путину привет! Седьмой эпизод киносаги «Звездные войны» установил абсолютный рекорд в мировом прокате. Фильм собрал 2528 миллионов долларов за первые выходные показы. Причем это не включая сборы в Китае, втором по величине рынке в мире. В США за первый уикенд картина принесла Walt Disney более 238 миллионов долларов. В России седьмой эпизод показал лучший результат за всю историю кинопроката страны, собрав за минувшие выходные более 12 миллионов долларов. Таким образом, «Космическая сага» превзошла рекорд мира юрского периода, заработавшего в первые выходные на 3 миллиона меньше. Это с учетом китайского рынка. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.